Нерегулируемый пешеходный переход от главного входа на стадионную карк парку имени Зернова обозначен и соответствующими дорожными знаками для водителей и предупреждающими табличками для пешеходов. Но в два часа дня 23 февраля один нарушил правила дорожного движения и проигнорировал предписание предупреждающих знаков, а другой не убедился в безопасности перехода через улицу. Водитель автомашины Лада Гранта, 55-го года рождения, совершил наезд на пешехода 2004-го года рождения девочку, которая переходила проезжая через дороги по нерегулированному пешеходному переходу. Школьница получила серьезные травмы, перелом костей таза, сотрясение головного мозга и была госпитализирована в травматологическое отделение клинической больницы. Пожилой водитель своей вины не отрицал. Он никак не отмазался, просто держался за голову и все, как-то получилось непонятно. Всего один случай мошенничества зафиксирован сотрудниками правопорядка. С карточки Саровчанина были списаны почти 5000 рублей. Мужчина обратился с заявлением в полицию по факту мошенничества. В ходе разбирательства выяснилось, что данные третьим лицам передала супруга потерпевшего, получив сообщение от своей якобы родственницы. О том, что ей положены бонусы от Сбербанка и необходимо прислать номер карты, код на обратной стороне карты и пароли. Женщина передала всю информацию и только после списания денег поняла, что попала на удочку мошенников. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова